Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о недавнем скандальном матче Ростов-Сочи, который завершился уничтожением буквально ростовской молодежки со счетом 10-1. Здесь сочинский коллектив был, конечно, на голову сильнее, всем понятно, взрослые крепкие мужики, многие из которых считаются звездами российского футбола, против пацанов 17-18-летних, которые вышли сюда ну просто как на убой, по-другому и не скажешь. И разумеется, в этой встрече были свои герои, были вот эти отчаянные ребята, которые нас, прямо скажем, поразили. Например, 17-летний голкипер Денис Попов, о котором я говорил сразу после встречи. Да, он допускал ошибки, но были и героические сейвы, и учитывая его возраст, конечно же, он воспринимается как одно из светлых пятен на фоне вот этого кромешного ада, который происходил в этой встрече. Если выискивать хоть какой-то позитив в этой нелепой истории, то это то, что молодые парни получили свой шанс, и некоторые, возможно, им воспользуются. Правда, меня несколько напрягает то, как сильно сейчас хайпуют все вокруг этого самого Дениса Попова. Он уже попал в эфир Ивана Урганта, ему уже прилетели десятки тысяч подписчиков в различные соцсети, и в результате, как мне кажется, все это может сыграть с ним злую шутку. Потому что та самая звездная болезнь, о которой мы очень часто говорим в контексте российского футбола, она может накрыть и вот этого молодого паренька Дениса Попова. Тем более мы знаем множество примеров, когда юные, молодые российские футболисты здорово начинали, а после этого постепенно затухали именно из-за чрезмерного хайпа вокруг него. Каждый раз, когда появляется более-менее заметный молодой отечественный исполнитель, его уже через пару игр хотят отправить в сборную России, а уже через пять матчей его предлагают отправить в Ювентус, Реал или хотя бы какую-нибудь Валенцию, например. То есть здесь, на мой взгляд, у нас есть какая-то постоянная тяга к поиску молодых суперталантов. А уж сейчас в этой истории драматической с молодежкой Ростова этот хайп поднялся просто до небес. Но я попытаюсь проанализировать объективно этого голкипера и порассуждать на тему того, какие у него есть перспективы во взрослом российском футболе. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, давайте начнем с того самого матча против Сочи, где Попов и засветился. В той встрече у него было действительно несколько ярких сейвов. В первую очередь все вспоминают отраженные пенальти. Плюс было несколько других хороших эпизодов. Выход один в полтора, скажем так, когда игроки Сочи выкатывались на ударную позицию. И здесь в итоге потащил опасный момент Попов. Был дальний удар со смещения достаточно опасный. Был удар через себя Кокорина, который Попов тоже потащил. Да, многие скажут, что ему здесь немножко повезло, что мяч попал в ногу. Но ведь это говорит о правильном выборе позиции. Плюс к этому был удар головой в упор. Были другие эпизоды. Мостовой и штрафной достаточно опасно наносил удар. В общем, несколько сейвов по-настоящему хороших. Некоторые из которых являются просто героическими. Он совершил. Но были и ошибки. Часть из них можно оправдать. В эпизоде с шестым забитым мячом, как видимо, был рикошет. Ну и плюс к этому голкиперу закрывали обзор. Первый гол, который также был забит отчасти по вине Попова, защитивать вообще было нельзя. Потому что там была блокировка со стороны Заболотного, который держал футболиста, который уже готовился выносить мяч с ленточки. Но при этом третий гол был, конечно же, ошибкой Попова. Между ног он здесь пропустил, причем с достаточно острого угла. Ну и плюс я бы отметил пятый пропущенный мяч. Здесь, на мой взгляд, неправильно выбрал позицию Попов. Нужно было ему действовать несколько иначе и больше смещаться во фланг. Он открыл слишком много пространства справа от себя и позволил туда как раз закатить мяч. И здесь можно сказать, что он, видимо, немножко потерял ворота. В этой ситуации. То есть мы видим, что есть героические сейвы, есть достаточно серьезные ошибки. Что достаточно типичная ситуация для 17-летнего голкипера. Юные футболисты, они вообще нестабильны. А нестабильность голкипера, она ярче всего заметна. Поэтому в данной ситуации все вполне себе логично. Ему 17 лет, это порастительно. При этом заметны определенные вратарские таланты, чутье, достаточно хороший прыжок. Вот многие говорят, что он прыгал плохо в этой встрече. Но вспомните, было несколько ситуаций, когда именно за счет своевременного прыжка он добивался сейвов. И вспомните то же самое пенальти. Как мне кажется, здесь говорить о слабости прыжка не стоит. Мне вот так, во всяком случае, кажется. Плюс к этому хотелось бы отметить неплохую физику. У голкипера 187 сантиметров роста. В 17 лет это отличный показатель. То есть в дальнейшем он еще вытянется и прибавит. Ну и конечно же нужно отметить, что у него есть определенные вратарские рефлексы. Потому что если вспоминать тот же самый сейв ногой, который был проведенным, когда какой он бил через себя. Там все-таки, как мне кажется, Попов успел немного развернуть стопу таким образом, посодействовав этому сейву. Поэтому здесь, учитывая то, что удар наносился просто в упор. Можно говорить о потрясающих рефлексах, о том, что у него в плане реакции все отлично. В общем, есть таланты, есть проблемы. Но с этим можно работать. При этом, конечно же, нужно понимать, что вратарь сам по себе не считался каким-то суперталантом до этой встречи. Если вспоминать всю его карьеру, то там, ну, не было ничего выдающегося. В молодежной сборной страны он не вызывался. Это Ростов молодежный. Сейчас в первенстве молодежных команд идет на 12-м месте. И при этом хотелось бы отметить, по пропущенным мячам они предпоследние. Только Уфа пропустила больше. Поэтому есть, конечно же, свои нюансы. Если бы здесь был определенный эволюционный процесс. Ну, знаете, когда юный голкипер 17-летний показывает фантастический футбол в молодежке. Получает свой шанс где-нибудь в Кубке России. Например, травму получает основной голкипер, второй голкипер команды. И вместо него выходит номинально третий вратарь, подтянутый из молодежной команды. И показывает отличный футбол. И постепенно подтягивается на матчи чемпионата России. Это было бы одно. Тогда бы это был эволюционный процесс. Голкипер показал хороший футбол на молодежном уровне. Получил свой шанс. Закрепился. Пошел дальше. Стал основным вратарем. И так далее. То есть здесь все бы было размерено. И все бы было понятно. А мы понимаем, что здесь процесс не эволюционный. Это ЧП. Это экстренная ситуация. При которой голкипер просто был выдернут буквально из молодежной команды. Переведен в основу вместе со своими одноклубниками. И вот, пожалуйста, пропустил 10 мячей. При этом не без ошибок со своей стороны. Поэтому в данном случае, конечно же, это не говорит о каких-то серьезных перспективах в будущем. Тем более, что в Ростове все неплохо с голкиперами. У них есть Бобоин и Писейков. Бобоин с контрактом до 2023 года. Писейков до 2022. Эти голкиперы показывают неплохой футбол. К каждому из них есть свои претензии. Писейков ошибался. Бобоин часто травмируется. Но в целом это хорошего уровня голкиперы. Писейков, кстати, недавно даже в сборную вызывался. И мы должны понимать, что сейчас Бобоин на 26. Он только подходит к своему пику. А Писейков ему 31. Опять же, это за 30-ник. Вроде как можно даже назвать ветераном. Но мы знаем, что вратари-то играют и до 40 и дальше. Посмотрите на того же самого Буфона. Ни в коем случае не связываю здесь Буфона и Писейкова. Но просто я имею в виду, что вратари могут играть до достаточно серьезных возрастов. Поэтому в данном случае, как мне кажется, перспектива Попова достаточно сомнительной. Поэтому данные встречи, где Ростов фактически играл молодежным составом, скорее всего, останутся разовыми акциями. А вот дальше Попов будет переведен в молодежку. И там уже будет развиваться и прогрессировать. Возможно, вот этот период, который он провел в высшей лиге, поможет ему. Возможно, он станет катализатором для развития данного молодого игрока. Но это, знаете ли, уже будущее. Это мы не можем предсказывать. Это нужно посмотреть на практике. Как он будет прибавлять или не прибавлять в составе молодежки Ростова. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. А пока мое мнение таково. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.